Сергей Врачук, спидер Украинской добровольческой армии «Юг». Сергей, мы приветствуем вас в эфире «Фридом». Добрый вечер. Слава Украине, слава Женым Силам. Добрый вечер, коллеги. Героям слава, Сергей. Вот снова временные рамки, снова определенная задача в установленный срок. С этим ведь не раз Путин, ну скажем, попадал в просаг, что ли, и с Донецким направлением, с Покровским направлением было связано определенное время, определенные даты, но все-таки не вышло. Что по поводу Курского направления? Так уверены или это все-таки психологический какой-то инструмент воздействия на вооруженные силы Украины, которые работают в этом направлении? Вы знаете, иногда возникает ощущение, что бункерный дед, он смотрит на мир, по крайней мере, на поле боя в российско-украинской войне через оптику советскую. В плане того, что только советская армия могла к такой-то определенной дате брать определенные там позиции, определенные локации. Мы знаем, что для этого были использованы во время Второй мировой войны все силы и средства. Не жалели людей, не жалели десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы бойцов, которых можно было положить на поле боя, но доложить Сталину о том, что освободили такой-то город в такой-то дате. Поэтому у Путина маниакальное восприятие мира через эту советскую оптику происходит, плюс желание показать, что все то, что он говорит, оно сбывается, и он снова всех переиграл. В любом случае, я думаю, что уверенно сегодня, это не прогноз, это констатация фактов и ощущение того, что враг под любым соусом сегодня не сможет выполнить те временные рамки, которые поставил Путин. Ну, то есть этот дедлайн в очередной раз, ну, как говорят в футболе, дать штангу. Только штанга уже не выдерживает таких попаданий великого геостратега и геополитика. Мы говорили о том, что за время Курской операции будет возрастать количество тех войск, которые Россия будет направлять в Курскую Народную Республику для того, чтобы попытаться вытеснить вооруженные силы Украины. Мы помним, какие были планы в нашем погранище, которое сегодня находится на границе с Курской областью Российской Федерации, что именно на территории Украины будет создаваться некая буферная санитарная зона, как ее озвучивали российские неонацисты, для того, чтобы обезопасить Российскую Федерацию от возможных действий украинских сил обороны. Поэтому не выполнен ни тот дедлайн, нет тех планов, вернее, вполне возможно, они еще остались, но силенок сегодня явно не хватает. Мы, конечно, не говорим о том, что враг слабый, о том, что у врага ничего не получается. Враг накапливает силы, враг пытается проводить контр-атакующие действия, потому что назвать то, что попыталась сделать российская армия, контр-наступлением явно сегодня не получается. Не потому, что у России не получилось, а потому, что не получилось по одной причине. Действительно, вооруженные силы Украины подготовили плацдарм, вооруженные силы Украины отработали фланги своей группировки, которая действует на этом театре военных действий. Ну и давайте добавим сюда те успешные атаки, которые произошли буквально этими днями в районе населенного пункта Теткино и Веселая. Тут даже не грех процитировать одного из Z-военкоров, который, читая очередной хвалебный отчет генерала Лаптя, говорил о том, что, смотрите, вы пишете, что мы там перешли в контр-наступление, украинцы бегут, но в то же время даже в этом докладе командира полка Ахмат, я напомню, это то подразделение, которое так и не нашли ни свои, ни чужие, вы говорите о том, что со стороны населенного пункта Веселая уже находятся украинские подразделения. Только вот нюанс определенный. Населенный пункт Веселая находится в тылу российской группировки. Так это называется окружение. Вот, собственно, те мероприятия, которые проводят украинские вооруженные силы, плюс уничтожение переправ, уничтожение логистики. Мы сегодня не говорим о том, что нам необходимо там окружение этих вражеских войск. Повне вероятно, это на повестке дня, но чуть далее. Далее мы говорим об уничтожении логистики, мы говорим о том, что Россия сегодня не понимает, как Украина ведет эту войну, война маневров, прежде всего, и война уничтожения логистики. Ведь нет четкого фронта, и Россия до сих пор не понимает, не только не знает задач этой операции, только догадывается о том, что вполне вероятно, я допускаю, это создание такой зоны санитарной только уже на территории России. И, собственно, нет четкой линии, потому что, когда Россия начинала эту войну против Украины, она ведь о границах тоже думала, как о линии фронта, что есть линия фронта, и она проходит только на территории Украины. Их забыли предупредить, что российская граница, она тоже есть линия фронта. Наши ее перешли. Поэтому вот те усилия, которые вооруженные силы Украины сегодня прилагают к тому, чтобы оставаться на территории Курской области, не просто оставаться, проводить соответствующие, в том числе и контратакующие действия, я уже сказал, о Теткино, о Веселом, ну, вселяет определенный оптимизм, потому что мы видим, враг уже накопил 37, около 37, вполне вероятно, до 40 действительно тысяч, и, кстати, об этом говорит украинский президент, до 40 тысяч личного состава, большое количество техники. И я всегда подчеркиваю, что вот эти резервы, группировки «Север», которые там оперируют, они ведь, давайте говорить, откровенно, они не пришли с Сибири, они не приехали с Дальнего Востока, они не пришли с Урала, это Ленинградский военный округ, это части подразделения Брянской, Белгородской, соответственно, Курской области, и, конечно же, подразделения, которые с фронта снимаются, в частности, там, где-то с юга, вполне вероятно, с Харьковского направления, и перебрасываются на Курск. При том, что враг пытается проводить дальше активные действия по всей линии фронта, но вопрос, насколько этих ресурсов, несмотря на то, что их действительно много, у России хватит. Ну, и, Сергей, давайте с вами поговорим о том, знаете, какими подробностями обрастает эта история. Ну, история в том, что российское военное командование знало об операции ВСУ в Курской области, но не смогло подготовиться. Об этом пишет издание The Guardian. Как отмечается в материале, в течение нескольких месяцев военное командование РФ разрабатывало планы по предотвращению операции в Курской области. Об этом, как отмечается, свидетельствует документы, которые были изъяты на оставленных российских позициях в регионе. И знаете, как следует из этих материалов, Сергей, получается, они, знаете, чуть ли эти планы не знали с января 2024 года. Но все эти месяцы готовились. Но вот почему-то не получилось. Сергей, а почему, по вашему мнению? Да вот, что не сложилось, что вот так случился прорыв? Не ожидали, не верили или просто отражать соответствующие операции со стороны ВСУ там не было кем. Да, не думали, что на самом деле это произойдет. Ну, во-первых, когда начинался Курск, мы говорили о том, что один из элементов, который помог украинским силам обороны так продвигаться и пополнять обменный фонд, как это происходило, особенно в первые дни и первые недели, то это был как раз элемент внезапности. Вы знаете, я рассматриваю этот материал в уважаемой газете, но все-таки немножечко с другой точки зрения. У меня ощущение, что есть тут определенное лукавство и попытка показать, что это российские генералы, действуя по российскому принципу, авось не случится чего-то неприятного. Вот взяли, так и украинцев пропустили. Я не хочу, чтобы такие материалы каким-то образом, хотя бы намеками, нивелировали ту операцию, которая сегодня проводится в Курской области, которая готовилась в режиме огромнейшей секретности. То есть там даже режим, наверное, не совсекретно, я не знаю, наверное, буквально несколько человек, человека три, может, пять знали о том, что так будет происходить. Не было выхода информации и так далее, и тому подобное. Все, о чем мы уже говорили в начале самой Курской операции. Поэтому я рассматриваю это как попытку вполне вероятно показать, что вот генералы российские слабые воевать не умеют. Некоторые не умеют, некоторые могут. Но не верю в то, что вот с одной стороны не готовились, зная о том, что такое будет происходить, или наоборот были настолько уверены в том, что пойдут наступление и совершат тот блицкрик, о котором вполне вероятно они себе и мечтали. На территории Сумской области, вполне вероятно Черниговской. Это практически то, что у них не получилось, когда они начинали военную кампанию по Харькову и по Купинскому направлению. Но еще раз хочу сказать, что в любом случае, действительно, здесь видны просчеты. Я уже без материала в этом издании, которое вы цитируете. Видны просчеты российского командования. И опять-таки мы можем говорить о том, что те красные линии, о которых так долго говорили большевики, извините, россияне, я почему большевиков вспомнил, потому что любимая тема Путина. Так вот, все это казалось надутым, все это казалось неправдой. И, собственно, весь мир увидел, Россия не может сохранять неприкосновенности свои границы. Потому что, первое, не умеет, не может. И, второе, самое главное, какими силами. Бросив все на украинские территории, на украинский фронт, Россия тем самым оголила все то, что у нее даже под боком. Мне страшно и в то же время приятно подумать, а что у них происходит на Дальнем Востоке. Что у них происходит в Забайкальском военном округе, где, вполне вероятно, определенные соседи России сидят в это время и потирают от удовольствия руки. Потому что границы России действительно не заканчиваются нигде. Потому что их не существует, и это доказали вооруженные силы Украины. Поэтому тут материал этот можно рассматривать и с этой точки зрения. Ну уж сильно все просто. Знали и ничего не сделали. Да нет уж, наоборот. Не знали, и все стало для них неожиданностью. И в очередной раз скажу, что я просто снимаю шляпу перед теми, кто придумал курдскую операцию, курдскую кампанию. И самое главное, перед нашими бойцами-офицерами, которые реализуют ее на практике. И вот все-таки о потерях, думаю, сейчас актуально, как нельзя поговорить. С начала полномасштабной войны России против Украины. Армии России лишилось более 10 тысяч единиц бронетехники всех типов. Такую цифру назвал нидерландский сайт оборонной аналитики и исследований военных действий, сообщающий информацию из открытых источников. Потери настолько велики, что 85% поступающих на фронт российских танков и бронемашин это уже восстановленная, ну либо переделанная старая советская техника. Так оценивают ситуацию Международный институт стратегических исследований и Королевский объединенный институт оборонных исследований. Так вот, интересный вывод они сделали, что при таких темпах потерь Россия примерно через год не сможет обеспечивать воюющую армию необходимым количеством бронетехники. Снова-таки, не хочется уподобляться Путину и ставить какие-то определенные временные границы и рамки, но хотя бы предположить, исходя из существующих, снова-таки, открытых данных, мы можем себе позволить. Так вот, оценивают ли ситуацию также в Кремле тем, что они, ну, немножечко пытаются поспешить и на Покровском направлении, и вот на Курском направлении, и говорят, что есть определенные сроки. Не от того ли, что вот ориентировочно через год, может быть больше, может быть меньше, ресурсы значительно и ощутимо сократятся? Ну, вы знаете, россияне, кремлевское руководство не зря выпустило так называемый указ так называемого президента так называемой Российской Федерации об увеличении численности вооруженных сил Российской Федерации. Как раз сейчас, когда действительно они спешат, действительно бросают все силы, и сегодня на фронте, ну, на любом практически участке, особенно наиболее интенсивных, вы можете спросить любого нашего бойца, офицера, они шагают буквально по своим трупам, по трупам своих товарищей. Так вот, вот этот указ бункерного, он вышел как раз, когда вот такие моменты возникают, и надо, и необходимо информационно додавить, как говорится, ситуацию в том числе. Планы есть об увеличении российских войск, численности российских войск, но снова-таки возвращаясь к нюансам и о прогнозах, ну, наверное, даже об ощущениях, я не люблю слово прогнозы, об ощущениях. Так вот, вопрос как раз, абсолютно верно, вы акцентируете внимание на технике. Вопрос в технике. Людей они на брак с горем пополам смогут. Объявят мобилизацию, которая сегодня все равно, она в России происходит. Она не массовая только из-за того, что у Путина есть определенные опасения, когда была первая волна, что стали роптать рабы, что, ну, вот как-то все неправильно происходит. Так вот эти опасения есть. Но, собственно, даже когда будет объявлена массовая мобилизация, когда они доведут численность до того количества, о котором говорится в указе, а может, дальше и более того, вопрос, а какой техникой эти подразделения по штату даже мирного времени, они будут заполняться. То есть сегодня у России нет фактически ничего для того, чтобы обеспечить вот эти подразделения тем количеством техники, которые соответствуют штатному расписанию. А тем более штатки, которые действуют по законам военного времени, на время войны. Старой техники на всех не хватит. Она тоже заканчивается. Более того, производят определенный апгрейд, а потом говорят о том, что вот такой-то завод выпустил новые танки. Это неправда. Поэтому действительно мы видим сегодня, что проблемы у России есть, они накапливаются. Это, кстати, вопрос о санкциях. Я могу сейчас сказать о том, что были бы санкции с 2014 года или с 2015, мы бы, наверное, не получили эту полномасштабку в 2022 году. Но об этом уже сегодня что говорить. В любом случае и санкции действуют, их ужесточение, конечно же, тоже необходимо. Ну давайте о нашем любимом. Ну и, конечно, еще один пазл должен сложиться. Это использование атакамсов, британских штурмов, для того, чтобы бить по территории Российской Федерации. Это ускорит этот процесс экономического распада России. Распада в плане того, что они ресурсно не смогут обеспечивать вот такие высокие заявки фронтовые, которые сегодня поступают. И те планки фронтовые, военные, которые они поставили, ну уже будут не дотягивать. Это правда. Поэтому спешат. Вот я с вами согласен. Очень спешат. Сергей, благодарим вас за то, что присоединились к нашему эферу и за этот анализ. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.